Здравствуйте, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет вашему вниманию мастер-класс по рисованию гуаши. Сегодня я предлагаю нарисовать нам вот такую летнюю картинку со стрекозами. Для этого нам потребуется листочек А5 формата, это половинка А4, гуашь в нескольких цветах, кисточки разных размеров, водичка и салфетки, чтобы вытирать руки или кисточки. Для начала мы с вами нарисуем луну, для этого нам потребуется кисточка побольше и белый цвет. Белая гуашь. И в верхней части, с правой стороны, мы нарисуем белым цветом луну. Она у нас будет белая, да, довольно-таки большая по размеру. А затем мы нарисуем остальный фон. Нам потребуется голубая, темная, да, вот такой вот цвет. Либо можно взять голубой, можно немножечко добавить даже зеленого. И этим цветом, да, немножечко добавляю к голубому, да, белый цвет. И этим цветом мы закрасим все остальное пространство нашего листа, да, Прямо вот такими вот протяжными линиями закрашиваем все оставшиеся часть листа. Вокруг луны обойдем. Можно немножечко добавить зеленого цвета, Чтобы у нас получались такие интересные, да, неоднозначный фон с разными переходами. Немножечко зеленого. И закрашиваем так весь листом. Зеленого. 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 так луну мы возвращаем да если что-то закрасиваю случайно белым цветом пройдемся по краям и сейчас еще создадим свечение вокруг луны большое на кисточке практически нету краски да практически нет водички она сухая и мы создаем такой небольшой орел вокруг белой луны на свечение итак основной фон мы нарисовали да сейчас нам нужно будет добавить задний план на задний план синий гуашки возьмем цвет темнее до который сейчас использовали синий цвет беру кисточку большую и этим синим цветом мы примерно обозначим линию горизонта да как она у нас будет идти и большой кисточкой синим цветом мы такими вот отдельными до движениями создаем задний план да как будто бы там какие-то деревья или кусты на заднем плане и таким же образом да мы разъединяем у нас небо и воду да что-то там вот виднеющиеся вдалеке разной высоты может быть вот нарисовали и сделаем еще еще один план да он будет немножко темнее мы к тому синему который только что использовали добавим еще черный и сделаем его пониже точно такими же движениями вот еще один сделали чуть потемнее да теперь можно еще по желанию до добавить при помощи этого синего цвета который мы использовали немножечко до бликов и отражений на воде до немножечко пройтись вот по этому месту стыка и немножко вывести на воду этот синий цвет чуть-чуть да он с водичка у меня разбавлен сильно нужно чуть потемнее его сделать чуть-чуть да видим вот этот цвет примерно так и также можно добавить еще блики на воде тоже тонкой кисточкой берем белый цвет и такую мы рябь создаем да такими внутри стыми движениями горизонтальные линии расходящиеся по нашей водичке чуть-чуть нарисовали можно потом в конце будет эти линии еще сделать поярче но пока пусть будет так то немножечко наметили и так что мы делаем дальше 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 мы нарисуем кувшинки да лепесточки кувшинок они будут зеленого цвета и предлагаю сразу к этому зеленому добавить желтый чтобы цвет стал ярче стал ярче то есть вот зеленый и я его смешала с желтым кувшинок мы нарисуем не очень много единственное правило то что чем ближе к нам они больше размером чем дальше да тем меньше они становятся так и начинаем рисовать и вот кругленькие листочки расположение тоже можно выбрать самим но единственное что они будут располагаться правой части листа а а там все маленькие да можно сделать больше можно сделать меньше да по вашему усмотрению как вам кажется нужно сразу предлагаю немножечко подтемнить края наших кувшинок чтобы придать им некий объем с боков я добавила к зеленому да немножко синего нужно сделать выбрать цвет который будет темнее чем зеленый который у нас здесь есть по краям пройтись этим цветом а Угу, немножечко подтемнили из боков, так. А сами лепесточки можно сделать поярче, то есть добавить на них еще желтый цвет, пройтись по нему, да, желтеньким, немножечко, сделать их более яркими, буквально пару мазочков. И нарисуем еще на нескольких листиков, да, сами цветочки. Цветочки мы сильно вырисовывать не будем. Можно взять розовый цвет, белый, да, мы сейчас их тоже смешаем между собой. И буквально пару мазочков, чтобы обозначить лепестки. Так, ну, например, вот на этом. Так. Так. Так, на каком-нибудь еще. Так. И белым по ним еще можно пройтись. И там то же самое. Да, буквально пару мазочков просто обозначили, что у нас тут цветочек. Можно добавить больше цветов, да, если хочется. Итак, дальше мы приступаем к левой части нашего листа. И сейчас нам потребуется черный цвет. И мы нарисуем такую тут траву, да, какие-то растения, которые у нас растут на берегу. Кисточку нужно взять тоненькую. И, да, снизу мы поведем некие травинки, которые у нас будут расти в левой части нашего листа. Сейчас мы их немножечко обозначим. И несколько растений у нас будут высокими. Да, тут вот она у нас будет отсюда идти вниз. Сразу мы дорисуем. У нас тут будут такие листики. Расходящиеся в разные стороны. Да, и снизу то же самое. И можно еще добавить несколько камышей, которые будут сбоку здесь. Например, здесь. Вот такие тоже вытянутые. Здесь еще один, например. И можно добавить еще какой-нибудь, например, вот сюда. ПОДПИШИСЬ! Вот так. Вот так. ВОСТОЧНЫЕ МЕЛОКО СМЕХАНИЯ СПОНЫЕ МЕЛОКО Эту часть мы пока оставим, можно еще травинки дорисовать, расходящиеся в разные стороны. И мы переходим к рисованию. Главная героинь нашего рисунка это стрекозы. Опять же, мы используем тонкую кисточку, расположение их тоже выбираем сами. Допустим, одна будет здесь. Пока тоненькой кисточкой намечаем, где у нас будет находиться наш стрекоза. Такими кружочками обозначаем ее тельце. И сейчас наметим примерное расположение ее крышек. Смотрим, чтобы они были примерно одинаковые. Одна и вторую мы нарисуем где-нибудь вот с этой стороны. Точно так же обозначаем голову. Можно провести, как она у нас будет располагаться. Вот так и пойдет. Пока тоненько, потом обведу толще. Так, и крылышки у нее тоже нужно обозначить. Значит, одна у нас пойдет вот сюда. Еще одна пойдет вот сюда. Здесь тоже все равно. Примерно нарисовали. И теперь... Сейчас я обозначу более ярким цветом. Нашу стрекозу. То же самое. И осталось нам раскрасить крылышки. Цвет тоже можно, в принципе, выбрать сами. Можно использовать белый цвет. Добавить белый, чтобы они были более яркими. Первый, например, возьмем белый. И чуть-чуть желтизной. Белый и желтый. Нам нужно пройтись. На кисточке практически нет воды. Она полусухая. Получаются такие полупрозрачные крылья из-за этого. То же самое. Так, сейчас еще с другой стороны. Угу. Угу. Тут тоже самое. Так, и сверху можно добавить белого, чтобы они были более яркими. Тоже, да, из-за того, что довольно мало краски и воды на кисточке. Получаются такие вот озвучки, да, отдельные. Так. И вторая будет у нас, пусть будет голубой. И тоже с белым. В смысле, мы сюда. Да, ещё три. Так, так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И сердце тоже. Отлично. И остается нам еще немножечко подсветить белым цветом. Возьмем белый гуашь. Тоненькой кисточкой мы подсветим от луны, как будто бы свечение у нас будет на краешках. Мистика. По камышам тоже пройдемся. По камышам тоже пройдемся. И так же пройдемся по нашим стрекозам. Немечко подразумеваем. И подсветим наших стрекоз тоже. Тут крышку чуть-чуть обозначим. И тут тоже самое. И в принципе наш рисунок готов. Я предлагаю только еще добавить нам в конце немножко набрызга. И добавить набрызг. И добавить набрызг. другой краски другого цвета и возьмем белый цвет с водичкой и добавим немножечко набрызг нашу работу вот такой рисунок у нас получился всем большое спасибо за внимание и надеюсь у вас тоже все получится